Добрый день! Меня зовут Сергей Востриков и я рад приветствовать вас на четвертом уроке видеокурса по разработке приложений для Bitrix24. Сегодня мы рассмотрим разработку приложений второго типа, адаптировав для это наше уже существующее приложение. Давайте вспомним, чем отличаются приложения второго типа. Самое главное, что следует понимать, приложение второго типа — это в том числе серверный код, в отличие от первого типа, который является чистым клиентским JavaScript. Вы можете использовать любой серверный язык, который вам близок. Вы можете использовать свои базы данных для хранения информации приложений. И так же, как с приложениями первого типа, вам все еще не нужно решать вопросы явной авторизации, поскольку на точку входа приложения Bitrix24 автоматически передает ключ авторизации в виде соответствующих постпараметров. И точно так же приложения второго типа остаются приложениями с пользовательским интерфейсом, который доступен в портале Bitrix24 в рамках фрейма. Приложения второго типа не работают сами по себе, а взаимодействуют с пользователями портала. Для дальнейшей разработки нам придется завести свой сервер. Для своего приложения я выбрал обычную связку Apache, PHP и Muscle, как привычную для любого разработчика, знакомого с платформой 1S Bitrix. Помимо этого серверного обеспечения важно помнить, что нам необходимо настроить на сервере SSL, поскольку Bitrix24 работает только по защищенному протоколу. На этапе разработки достаточно самоподписанного сертификата. Просто добавьте его в исключение в настройках своего браузера. Сделаем самый первый шаг по преобразованию существующего приложения во второй тип. Переименуем HTML в файлы PHP и загрузим все файлы приложения на наш сервер. Теперь укажем в соответствующих полях анкеты публикации приложения ссылку на наше приложение и на наш уже готовый инсталлятор. Как вы видите, перенос приложения на свой сервер никак не повлиял на его функционал.